Итак, всех приветствую, друзья! Добро пожаловать на очередной воскресный эфир. Здесь у нас прямая трансляция, там идет запись. Поступило много вопросов, это классно, и вопросы были хорошие, и есть хорошие, и они очередной раз помогут поглубже забраться в вопросы фитнеса, силовых тренировок. Начинаем с первого вопроса. Катя Кермлин спрашивает, можно ли поправиться от вчерашней еды? То есть, сколько реально времени уходит на то, чтобы лишний по калориям круассан преобразовался в 30 грамм лишнего жира? Ответ такой сразу. То есть, ну, времени на это необходимо ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы провести все метаболические реакции для того, чтобы этот круассан усвоить. То есть, фактически мы худеем и толстеем по несколько раз в день. И толстеем каждый раз, когда мы делаем прием пищи, худеем в перерывах между приемами пищи. Накопление жира зависит от того, какой из этих процессов будет преобладать в течение дня. То есть, если энергии вместе с пищей поступает больше, чем то количество калорий, которые мы тратим в течение дня и впоследствии ночью, когда спим, то будет происходить накопление жира. То есть, фактически, ну, так вот, если очень простым языком, получается так, что мы к вечеру практически всегда набираем какое-то количество жира, а потом за длительный период такой голодный, голодание, ночное голодание, когда мы спим, мы какую-то часть жира используем для того, чтобы поддерживать работоспособность всех наших органов. Потому что, да, многим кажется, что вот мы легли спать, и организм как будто выключается. Но это не так. Там происходит все то же самое, некоторые процессы более активно начинают работать. И мы ночью, наш метаболизм, он не замедляется. Базовый обмен веществ и утром, и ночью один и тот же. Единственное отличие между временем, когда мы спим, и нашим бодрствованием заключается в том, что когда мы бодрствуем, мы активничаем. Но люди сильно переоценивают то количество активности, которое они воспроизводят в течение дня. Нам кажется, что вот наш мозг включен, мы воспринимаем окружающую реальность, и вот еще что-то делаем, двигаемся, и, наверное, тут очень много калорий уходит. На самом деле, базовый обмен веществ для непрофессиональных спортсменов всегда будет являться основной энергозатратной статьей. Так что, как только вы съели что-то, организм начинает это переваривать, затем усваивать, и по мере усвоения, по мере поступления питательных веществ в кровоток, они распределяются по организму. И если вы там съели жиры, они сразу направляются в жиры, часть из них метаболизируется для получения энергии. Если вы съели углеводы, сжигание жира замедляется в организме, и используются углеводы, те, которые вы съели для энергообеспечения всех функций в данный момент времени, и какая-то часть тоже запасается в гликоген мышечный и в печени. И когда то, что вы съели, заканчивается, вы переходите на жирообеспечение за счёт того жира, который у нас находится в организме подкожно-жировой клетчатке. То есть, по сути, получается, что только поели – потолстели, потом долго не ели – похудели. И вот этот организм всегда находится в таком вот балансе, и когда этот баланс смещается в одну или другую сторону, то, соответственно, вы либо набираете, либо худеете. Поэтому мы считаем калории за сутки. Ну, всё-таки так будет надёжнее следить за количеством поступающей энергии. Едем дальше. Юлия задаёт вопрос. Вопрос таков. Питаюсь на 1600-2000 калорий при базовом обмене веществ 1400. За счёт активности сжигаю в день плюс-минус 1000 калорий в день в течение недели. Специально всё считаю, всё правильно. Вопрос. Получается 2400 калорий примерно, считая базовый обмен, сжигаю в день. Это примерно 400-500 калорий в сутки дефицит. Но я не худею. Почему? Живу приоритет. Белки 150-200 грамм, я так понимаю. Потом углеводы 120-150 грамм примерно. Жиры примерно 30-50. Каждый день по-разному, но примерно так выходит. Я этот вопрос вчера увидел. И я понял, что у меня не получится полноценно ответить на этот вопрос, не задав несколько вопросов. Поэтому, когда я увидел этот вопрос, прочитал его, я специально задал несколько дополнительных вопросов. Потому что я уже знаю, что не худею, особенно... В общем, я знаю, что не худею, это значит, не худею с нужной мне скоростью. То есть снижение веса есть, но хотелось бы и побольше. Как бы вес на месте, это значит, что он чуть-чуть ниже, чем был. Но учитывая то, сколько я усилий к этому прилагаю, мне хотелось бы, чтобы он был... Сильнее снижался. Поэтому я это увидел и дополнительно спросил. Теперь уже спрашиваю. Как долго вы не худеете? Потому что знаю, что люди ожидают, что вот это сразу начнется. Вот сели в дефицит, и бам, вес начинает кусками откалываться. Каждый день ты не то, что видишь на весах изменения цифр, ты видишь изменения, как и живот плоский стал, и руки ушли, и ушки, и бедра, все на свете. Спросил специально, как долго вы не худеете? Как часто вы взвешиваетесь? Это тоже частая проблема, сейчас объясню почему. И сколько килограмм было, а сколько стало? Вот именно в цифрах. Сколько было, а сколько стало? Но я опять не получил прям доскональные ответы. Ответ был такой, неделю специально все считаю. Вес тот же. Но опять-таки, повторюсь, вес тот же, это, например, смотрите, допустим, сейчас условная цифра из головы. Вес 58 килограмм и 900 грамм. Молодец, молодец. Показала всем свою шерсть. Иди. Тут у меня вредитель завелся. Вредитель эфира. Сколько килограмм было, сколько стало? Потому что, возвращаюсь, 58 и 9. А за неделю вы там похудели на 50, и стал вес 58 и 5. Ну, то есть, какие-то изменения есть. Но вы ожидали, что будет больше. И ожидания делают так, что вы не воспринимаете те результаты, которые у вас уже есть. То есть, ушло как бы 400 грамм. И для человека весом 58 килограмм, это достаточно ощутимый результат. Тут не нужно ничего... Привет. Привет. Здесь не нужно ничего придумывать. Здесь единственное, что нужно чаще взвешиваться. И это еще одна причина, почему я спросил, как часто вы взвешиваетесь. Потому что... Так, все, Элис, показалось? Иди. Потому что может быть такое, что вы взвесились, допустим, в воскресенье, и у вас был вес 58,9 килограмм. Вы неделю не взвешиваетесь, подходите к следующему воскресенью, снова взвешиваетесь, а там вес 58,9 килограмм. То есть, вполне возможно такая ситуация, что в течение недели было снижение веса, но вы его просто не зарегистрировали. И там было 58,7, 58,5, может было 58,2, допустим. Но взвесились вы еще раз в воскресенье, а к концу недели вы, например, изменили характер питания, увеличили количество углеводов, может быть соли там было больше, может быть недоспали, появился стресс, какой-то отек. И вес, отраженный не в количестве жира, а отраженный в количестве запасенной воды, увеличился. И вы делаете вывод, что вы не худеете. Это первая причина, почему я спросил, как долго вы не худеете, как часто взвешиваетесь, сколько килограмм было, сколько стало. Но ответ я не получил, ну такой доскональный, поэтому отвечаю как есть, широко, с возможными вариантами того, что может быть. Неделю вес стоит, неделя это немного, неделя это вообще ничего, учитывая, допустим, вы правильно посчитали количество расхода, количество потребляемой энергии, у вас действительно 400-500 калорий дефицита в сутки, то это не такой дефицит, который приводит к стремительному снижению веса. Это хороший комфортный дефицит для девушки, я думаю, вполне адекватно, комфортно, можно на таких цифрах долго находиться, но стремительного снижения веса может не происходить. Вот по тем же причинам, какой-нибудь стресс, недосып, и все, вес начинает расти. А особенно если у девушки чем ближе к концу цикла, чем ближе месячный вес начинает расти, ну, из-за отека. И вы, может быть, как раз-таки в эту неделю начали следить за питанием, в эту неделю начали регистрировать вес, и вес в принципе находится на повышенных значениях. Вторая причина, по которой так может быть, заключается в том, что если вы посчитали, что ваш дефицит 500 калорий, в сутки, это не значит, что ваш дефицит в действительности составляет 500 калорий в сутки, потому что есть огромное количество факторов. Погрешность в подсчетах, ну, в тех, которые вы считаете, как количество съеденной пищи, количество в самих расчетах, сколько энергии вы тратите, неточности в расчетах по определению базового метаболизма, погрешность в определении количества активности. Это все не суперточные инструменты. Вот эти вот все формулы в интернете, и даже взвешивание и запись еды, это не на 100% точные инструменты. Они работают, они помогают снижать вес. Но их точность не дает нам утверждать достоверно, что вот если вы рассчитали 500 калорий дефицита, значит, на самом деле вы 500 калорий дефицита и создаете. Погрешность будет 100%, но эти инструменты дают понимание и направление, куда вы движетесь, с какой скоростью вы движетесь. И ваши фактические результаты должны использоваться для корректировки того дефицита, который вы создаете. Потому что то, с какой скоростью вы худеете, это наиболее объективный показатель того, какой дефицит вы на самом деле создали. Что я имею в виду? Если вы в среднем худеете на такое количество грамм в неделю стабильно и по количеству потерянного веса мы делаем расчет, что у вас где-то дефицит калорий 250-300 калорий в сутки, а вы насчитали 500 или 600 калорий в сутки, то ваш дефицит наиболее объективный тот, который мы рассчитываем, исходя из того веса, который вы потеряли, а не исходя из тех расчетов, которые вы сделали за счет формулы подсчета базового обмена веществ, активности и разницы этой энергии с той энергией, которую вы потребляете. Надеюсь, смог донести основную идею. В общем, подведя итог, можно сказать, что недели это очень мало. Это раз. Вам нужно дольше наблюдать за снижением веса. Вам нужно чаще взвешиваться, минимум 3-4 раза в неделю. Лучше каждый день. В этом нет ничего такого. Относитесь к этому просто как к инструменту. И важны любые изменения веса. То есть даже если снижение веса не соответствует вашим ожиданиям, но есть снижение веса, значит вы в дефиците. И самая главная причина, и самый важный факт, что если спустя длительное время, и длительное это не неделя и не две, и вот если вы месяц провели в дефиците энергии или два месяца, и вес не снижается, значит вы не в дефиците энергии. Вот это не важно, что вы там себе насчитали, сколько там вы думаете, вы в дефицит создаете. Если нет снижения веса, вы не в дефиците. И те расчеты, которые вы делаете по питанию, по количеству затрачиваемой энергии, должны корректироваться в зависимости от того, сколько веса вы теряете. Потому что то, как работает наш организм, это закон. То, какие расчеты вы делаете, это просто инструменты приблизительного подсчета. И ориентироваться нужно на то, сколько веса вы теряете в действительности, в конечном итоге. В общем, ждите, недели это мало, ждите, снижайте вес дальше. 400-500 калорий, если это действительно или хотя бы приблизительное количество дефицита, то должно быть нормально все. И вес пойдет дальше. На вторую, на третью неделю может пойдет уже. Так, едем дальше. Михаил спрашивает. Девушка занимается с тренером в зале. Определенной программы тренировок нет. Каждый раз делаются разные упражнения на фуллбоди, но качественно, с приближением к отказу. Какие плюсы и минусы у этого относительно работы по определенной программе, расписанной по дням? Если мы говорим о тренировках, оптимизированных, для достижения максимального результата, ну, не такого, который вот типа сделать все, лишь бы нарастить мышцы, вот обложить себя фитнес-инструментами, закрыться в зале и типа пахать, пока там мышцы не вырастут. Нет, я не про это, я про все, что можно сделать из базовых, простых вещей, вот таких фундаментальных, что не требует дополнительных энергозатрат, дополнительного какого-то там детализированного продумывания тренировочного плана, вот из таких вещей, которые могут улучшить тренировки, просто сделай так и все, то постоянное изменение упражнений сюда никак не попадает. Наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы ваш пул упражнений был таким сформированным и хорошо вам знакомым, потому что первая причина, по которой вот частая смена упражнений, вот так особенно на каждой тренировке, не способствует, не является хорошим решением, заключается в том, что это не способствует улучшению техники и изучению движения. То есть, получается такая ситуация, когда вы делаете огромное количество упражнений и все эти упражнения делаете, ну, в некоторой степени хреново. Вы каждый раз, когда мы выполняем упражнение новое, нужно пройти адаптацию по изучению этого движения. Нам нужно обучить организм работать эффективно в этом движении. А переходя на новое упражнение, нам нужно делать новую адаптацию. И эти упражнения могут быть даже очень друг на друга похожи, но организм устроен таким образом, что он тренируется выполнять конкретно то движение, которое вы выполняете. то есть, несмотря на то, что приседания со штангой и приседания в тренажере Смита очень друг на друга похожи, для нервной системы это будут два разных упражнения. Да, какая-то генеральная нервная линия по нерву будет одна, а потом происходит отвлетление по мышцам и в зависимости от упражнения напрягаются в той или иной степени больше-меньше разные мышечные участки. И глобально это похожие два упражнения, но если детализировано рассматривать, это два разных упражнения. То же самое касается подтягивания тяги верхнего блока. Тем более, это все упражнения с открытой и закрытой кинетической цепью. Это все по-разному воздействует на нервную систему. И часто, меняя упражнения, мы находимся постоянно в условиях новичка, грубо говоря. Да, мы чему-то обучаемся, конечно, не значит, что мы вообще нули. Но это обучение происходит заметно медленнее. И если медленнее, значит неэффективно. Вторая причина, похожая причина, нервная система не успевает обучаться. То есть, чтобы вовлекать мышцы в работу наиболее эффективным образом. вы пишите, что она тренируется каждый раз делать разные упражнения, но качественно с приближением к отказу. Когда нервная система не обучена, такой отказ не задействует все способности мышцы. То есть, это отказ, он не истинный. он имеет ограничения. Ограничения, которые создает нервная система, потому что она работает неэффективно. Внутримышечная и межмышечная координация еще не доведены до идеала. Поэтому тот отказ, которого вы достигаете, является следствием неэффективности работы мышц, а не того, что вы использовали все силовые ресурсы мышцы. Когда вы делаете набор упражнений, вы учите нервную систему эффективно выполнять эти движения, эффективно задействовать мышцы. И чем лучше вы изучили движение, тем больше мышечных волокон будут вовлекаться в работу. Следовательно, если больше мышечных волокон получают нагрузку, больше мышечных волокон вследствие увеличиваются, вследствие мышцы становятся больше, быстрее. И более того, когда вы работаете с хорошо вам знакомыми движениями, это позволяет стабильно прогрессировать в рабочих весах и создавать прогрессирующую перегрузку стабильную. А нам же надо именно это, нам нужно увеличивать количество создаваемой нагрузки за счет увеличения рабочего веса и количество повторений, а не доходить до отказа. Потому что отказ сам по себе мышцы не растит. Он просто вовлекает большее количество мышечных волокон в работу. Вы можете тренироваться не до отказа и растить мышцы, просто нужно будет делать больше подходов. Отказ мышцы не растит. Поэтому наиболее оптимальным решением будет зафиксировать тренировочную программу, изучить те упражнения, которые вы выбрали и становиться в них все более и более эффективными. Идем дальше. Валерия спрашивает. Здравствуйте, вопрос о питании. Дано силовые тренировки 4 раза в неделю, грудь плюс бицепс, спина, ноги плюс ягодицы, плечи плюс трицепс. Тренировки тяжелые, отказ или предотказ и довольно длительные, суперсеты. Работаю как с базой, так и изолированно. Каждую тренировку, техника в порядке, занимаюсь тренером, питание, полный отказ от сахара и фруктов, белок 1,4 2 грамм на килограмм вес тела, углеводы около 70 грамм из овощей, иногда фунчоза, каши, картофель не ем, жир из рыбы, чьи, молочки и мясо около 20 грамм в сутки, рост 170, вес 58, добавки цитрулин, эко, не знаю что такое, перед тренировкой в качестве притрена, окей, триптофан, цинк, магний и ашваганда. Очень медленный рост мышц, отстают ноги и нет желаемой втянутости брюшной стенки. Пробовала повышать углеводы в течение двух месяцев, кроме залитости ничего не меняется, рельефа вообще нет. При уменьшении углеводов и поднятии белка рельеф есть, но объема у мышцы нет. И в целом вид очень худосочный и печальный. Не могу понять, что делать с питанием, думаю, вся причина именно в этом. Это, знаете, это такой яркий показатель того, как сильно вы недооцениваете, насколько медленно растут мышцы. Силовые тренировки это такая область, такое поле, где временной разрыв между создаваемым усилием и желаемым результатом настолько огромен, что без хорошего понимания вот именно этого момента вы далеко не уедете. Вам нужно лучше понимать базовые условия для роста мышц и или иметь рядом человек, который будет хорошо это объяснять, объяснять разные проявления вашего состояния. То есть, почему так, почему это, почему сейчас не растут. Но главное, что вы должны понимать, что мышцы растут очень медленно. Вот, ну, очень большой разрыв между тем, что вы сейчас натренировали и что впоследствии может быть. и пока вы не подойдете к своей цели вплотную, вы не можете полноценно осознать и проанализировать, предсказать, сколько времени вам может понадобиться, чтобы дойти до какой-то цели. А если вы не понимаете, как работает силовой тренинг, как реакции, базовые реакции организма на силовой тренинг, и не можете себе объяснить некоторые проявления вашего состояния, то вы обречены на то, чтобы постоянно скакать от одной системы к другой, вот это попробовать, вот это попробовать, вот так диету изменить, вот так тренировки изменить, постоянно разрушая вашу структурность и последовательность, а это самое главное в силовых тренировках, структурность и последовательность. И вот тот вопрос, который мы недавно обсудили, например, фиксированная тренировочная программа, это одна из структурных вещей и вы вот так вот будете отдавать фокус не тем вещам я веду к тому что нет то что вы описали ваш фокус на вот если посмотреть на ваш вопрос то видно насколько сильно фокус смещен на не такие уж важные вещи они никак не способствуют мышечному росту сахар и фрукты наличие их отсутствие не влияют на мышечный рост белок влияет на вас все в порядке с ним достаточное потребление белка углеводы в целом тоже не влияют на мышечный рост в исследование показывают что люди прекрасно набирают мышечную массу и на кето диетах практически при полном отсутствии углеводов и их результаты никак не отличаются от тех кто тренируется с углеводами когда мы говорим чисто про силовые тренировки вот только силовые тренировки жиры возможно у вас маловато жиров возможно я бы увеличил количество жиров 20 грамм сутки это очень мало для женщины тем более но сказать что это резко улучшит ваши результаты в силовых и резко нарастить мышцы я не могу сказать но тем не менее я бы увеличил хотя бы до 60 грамм сутки и и как мало вы рассказали про тренировки а это самое главное что растет мышцы то есть если прогресс в силовых за счет чего он достигается какой он что 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 можно оптимизировать в тренировочной программе как как увеличить объем создаваемой нагрузки чтобы мышцы больше нагрузки получали потому что от нагрузки они растут они от питания с питанием у вас базово ну вот так вот не считая количество жиров все нормально и в общем вам нужно перевести фокус на другие вещи и осознать принять для себя тот факт насколько медленно растут мышцы и как много времени вам нужно потратить на то чтобы чтобы прийти к той форме которую вы себе запланировали и по ходу этого становления вам еще нужно будет один факт принять факт того что у всех разная генетика люди совершенно по-разному реагируют на силовые тренировки откликаются мышцы у всех по-разному и есть действительно люди одаренные которым это дается немножечко иногда множечко проще и то что вы возможно не попадаете в эту категорию вам тоже нужно будет принять для того чтобы научиться наслаждаться своими результатами результатами теми которые у вас есть сейчас от того что вы делаете и способны делать сейчас я она спрашивает рекомпозиция правда или миф нет не миф это уже давно не миф есть четыре категории людей для которых это не просто реально а это то на что вы должны рассчитывать если вы попадаете вот в эту категорию людей люди с лишним весом люди растренированные которые когда-то тренировались имели определенные успехи и перестали тренироваться начинающие и стероид юзеры понятно по каким причинам все эти люди не просто способны без задней мысли могут выполнять базовые требования по силовым тренировкам и по питанию то есть вы должны регулярно тренироваться нагружать мышцы там достаточном объеме прогрессировать и потреблять достаточное количество белка для того чтобы адаптация к тренировкам происходило успешно и вы точно будете и снижать процент подкожного жира и при этом наращивать мышцы рекомпозиции кто не знает это это и значит одновременная потеря жировой ткани и рост мышечной массы но более того это это вот те кто прям сто процентов способен это делать без особых там каких-то ухищрений относительно программы тренировок и диеты но есть много данных которые показывают что и более опытные атлеты могут наращивать мышцы в дефиците калорий является ли это наиболее оптимальной стратегии по набору мышечной массы нет но можно ли это делать да и единственное что опять таки тут включаются некоторые генетические факторы некоторые факторы образа жизни и того насколько большая у вас мышечная масса потому что чем больше у вас мышц тем сложнее вам наращивать новые мышцы даже при условии того что вы тренируетесь и питаетесь идеально и восстанавливаетесь идеально а уж дефицит энергии это все-таки является не самым лучшим условием для роста мышечной массы ну и в общем чем больше у вас мышц тем больше скрупулезно вам нужно подходить к своему режиму и тренировочному и диетическому и восстановлению и если вы пытаетесь нарастить мышечную массу в дефиците энергии будучи уже достаточно развитым то вам все больше и больше дополнительных фишек нужно прикручивать к питанию тренировкам для того чтобы это у вас получалось наращивать мышцы в дефиците то есть там не только выстроить правильный тренировочный план оптимизировать его учитывая то что вы находитесь в дефиците вам нужно дополнительно модифицировать ваш диетический план там с учетом моноболитических окон например то есть это все требует больше больше усилий для того чтобы это получалось так что это такое все следующий вопрос и р.н. спрашивает здравствуйте илья здравствуйте хочу сказать спасибо за то что открывайте глаза на многие вещи в теме фитнеса с того момента как увидел ваш телеграм-канал прошло 4 5 месяцев и за это время я снизил вес с 119 до 87 вместе с этим появились вопросы прям респект вам спасибо это хороший результат так как я худел не совсем по здоровью а так как мне было проще и комфортнее я сбросил массу тела без силовых тренировок но с каждым килограммом ныне понимаю начинаю понимать что без силовых я к телу мечты не приду итак вопросы первый возможно вопрос некорректно но все-таки спрошу если у человека какое-то базовое количество мышц ниже которого сжечь их невозможно мышцы у нас выполняют функцию движения перемещения нашего туловища в пространстве и мы обладаем тем количеством мышечной массы которые нам необходимо для того чтобы выполнять то эту нагрузку которую мы каждый день выполняем поэтому базовое количество базовое количество мышц это то количество мышц которое нам необходимо для выполнения тех задач которые мы как правило выполняем поэтому такой типа точки в которой вот дошел и дальше ты не зайдешь ее нет потому что допустим на примере снижение веса чем дольше вы снижаете вес потому что снижение веса это особенно когда вы уже потеряли большую часть избыточной массы тела дошли до нормальной и пошли ниже нормальный нормального процента жира то это уже связано с медленной смертью и организм будет к этому адаптироваться будет адаптироваться путем к потере мышечной массы для того чтобы меньше двигались меньше энергии тратили чтобы в условиях нехватки энергии извне сохранять ее как можно больше поэтому такого базового нет до которого вы дошли и дальше не снизитесь постоянно не доедая но ну допустим предположим супер длительном отрезке времени это равно смерти поэтому в какой-то момент ну вы либо двигаться не сможете либо целом организм начнет так сильно разрушаться что появится какие-то заболевания несовместимые с жизнью ну и так далее в общем там уже одно на другое начинает наслаиваться это не самая лучшая перспектива второй вопрос вопрос видел пост недавно по поводу экстремальной сушки на которой при полтора калорий полторы тысячи калорий в сутки люди ели почти под 3 грамм белка занимались силовыми плюс кардио и за две недели скидывали 5 килограмм именно жира и не теряли мышц насколько это правда полторы тысячи калорий это не экстремальная сушка вам так скажу это абсолютно адекватное количество калорий даже для взрослого мужчины ну нормально да конечно не лучший вариант но нормально это не экстремальная сушка 3 грамм белка за ним и многовато я считаю многие исследования показывают что потребности организма в белке мало зависит от баланса энергии большей степени зависит от размера тела и не размера тела а количество активности которую вы создаете то есть чем больше у вас активности тем больше белка вам необходимо и говоря про это потребности для тренирующихся людей равняются 1,6 1,8 грамм на килограмм месте то есть дополнительный прием даже если вы худеете свыше не имеет никакого смысла так кардио и за две недели скидывали 5 килограмм именно жира и не не теряли мышц насколько это правда принципе я не могу сказать по описанию да мне нужно не бы лучше было посмотреть именно что это исследование или или кто-то писал про свой результат про свой кейс не знаю но в целом звучит не совсем стандартно но если вот куча гипотетических ситуаций учесть в которой я мало верю в принципе такое возможно но что вам это даст возможно невозможно я рекомендую такой экстремальной сушкой не заниматься тем более вывод со 119 до 87 до худели чем меньше вас жира тем меньше должен быть ваш дефицит потому что при большем дефиците вы будете терять больше мышц то есть если у вас ожирение то вы как бы защищены и последствия потери мышечной массы даже при отсутствии нормы по белку они минимальны вы можете не терять так много сухой массы тела если у вас избыточная масса тела или ожирение но чем меньше у вас жира тем больше вы будете терять сухой массы тела по ходу похудения и все больше вам нужно предпринимать усилий для того чтобы эту мышечную массу сохранять ну сухую массу тела но она вас в большей степени выражается количеством мышц 3 вопрос сколько времени можно провести в рекомпозиции если какая-то точка в которой мышечная масса перестанет расти продолжает продолжится только снижение жировой сколько времени можно провести в рекомпозиции ну следующем вашем вопросе заключается и ответ ровно до тех пор пока наша мышечная масса не перестанет расти и не продолжится только снижение вес как я уже сказал все сильно зависит от того каков каков ваш тренировочный стаж сколько у вас уже именно мышц относительно вашего генетического потенциала и генетического предела то есть в вашем днк запрограммировано определенное количество мышц которые вы можете нарастить и вот как насколько близко вы к этому потолку насколько вы начинающий насколько у вас там процент подкожного жира насколько оптимален ваш образ жизни для того чтобы набирать мышцы в дефиците все вот это от этого зависит поэтому ну такая точка есть но сказать что при таких-то условиях вы остановитесь вот на таком-то количестве мышц но никто не может так сказать с каждым чем больше у вас мышц тем меньше вы наращиваете мышц и уж если вы находитесь дефиците тем еще меньше вы наращиваете мышц поэтому ну собственно продолжая эту логику можно и понять чего стоит ожидать от рекомпозиции в какой-то момент вам нужно либо все больше сосредоточенно относиться к своему восстановлению питанию из и тренировкам а если вы этого позволить себе не можете ну то вы ограничены тогда вашим образом жизни тем количеством тренинга которые вы можете создавать и комфортно воспринимать восстанавливаться после него ну и тут уже нужно принимать решение как действовать дальше ну а вам желаю успехов классный результат и очень рад что мой канал и мои материалы этому поспособствовали так дальше едем максим спрашивает здравствуйте почему может не уходить вес на большом дефиците калорий допустим 800 тысячу калорий у человека ведущий образ жизни мне не совсем понятно 800 тысячу калорий употребляется или 800 тысячу калорий дефицит если 800 тысячу калорий дефицит то это не такой уж экстремальный дефицит особенно если мы возьмем человека с ожирением то вполне себе нормальный дефицит в 800 тысячу калорий в сутки а если потребляется 800 тысячу калорий в сутки то да это уже такой экстремальный дефицит калорий и возвращаясь к тому с чего мы начали то значит не уходит вес потому что как долго не он не уходит насколько он не уходит он может движется но в прошлом месяце двигался быстрее снижался быстрее вам нужно точно понимать что вес тела это не отражение только количество жира в теле это же вы поели или выпили еды и ваш вес будет больше вода еда может накапливаться в организме еда в кишечнике вода во всех клетках нашего организма и в органах во всех тканях мышцы кожа внутренние органы поэтому вода накапливается от недосыпа от смены характера питания от стресса то есть может быть вы вошли в какой-то жизненный этап где стало больше стресса вес подрос и как бы при условии того что вы соблюдаете дефицит жир уходит но общая масса тела за счет увеличенного количества воды не снижается или остается на месте и вы делаете вывод что вы не худеете в то время как вы худеете жир продолжает уходить просто вес тела не снижается кроме всего когда вы заходите доходите до действительно экстремального дефицита вот вот 800 калорий в сутки дальнейшее снижение калорийности может вообще не увеличивать потерю жира и это многих многих реально выключает и и многие начинают паниковать вот кто-то захотел попробовать экстремальную сушку дошел там до 1200 калорий в сутки начал худеть хочется еще быстрее снизил потребление до 800 калорий сутки вес как бы не ускоряет свое снижение и есть огромное количество исследований которые показывают что нет разницы в количестве потерянного жира между потреблением 400 калорий в сутки 600 и 800 калорий в сутки то есть вот вы едите 400 600 800 а худеете с одинаковой скоростью есть исследование которое показывает что перед вот одна группа худела 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 там 2000 1200 калорий в сутки кажется не ели и они урезали потребление до 600 то есть 50 процентов и казалось бы что на 50 процентов и вес должен быстрее снижаться но никакого ускорения не произошло и вероятно что в значительной степени значительно это не объясняет все но значительной степени это объясняется в первую очередь не соблюдением диеты потому что это действительно очень малое количество еды и соблюдать его в долгосрочной перспективе крайне тяжело вы люди скорее всего будут подъедать чуть чуть больше чем заявленное количество калорий и все это в сочетании с очень низкими энергозатратами в группах ну вот и у людей с экстремальным дефицитом потому что ну все-таки метаболическая адаптация происходит не постоянно она не может постоянно происходить но какого-то уровня происходит но все-таки низкая активность в конечном итоге люди сталкиваются с низкой активностью но когда опять-таки вашем вопросе нет никаких сроков как долго вес не уходит и я вот уже на примере того вопросы который был который мы обсудили в самом начале люди видимо ваши ожидания опережают ваши способности вот и все вы хотели бы вы так снизили количество потребляемой еды и уже ожидали что это очень быстро там снизит вес приведет к нереально крутым результатам но организм работает так как он работает и ваши ожидания опережают ваши возможности и вам кажется что ничего не происходит на самом деле происходит вы просто вам трудно это без эмоционально оценить похудение тоже такая эмоциональная штука мы очень воспринимаем все близко к сердцу поэтому я все-таки склоняюсь к тому что вы недостаточно подождали и и вам кажется что вы не худеете ну и учитывая то количество данных которые показывают что есть определенный дефицит которого есть определенное потребление ниже которого спускаясь вы уже не ускоряете свое похудение потому что включается сильная адаптация за счет снижения активности метаболической адаптации и плюс некорректный подсчет вы все равно скорее всего будете подъедать следующий вопрос так алексей спрашивает здравствуйте как вы относитесь к применению семаглутида при снижении веса пример кто не в курсе семаглутид это составляющий компонент аземпика или там аземпика веговий и вот все эти вещества которые сейчас на слуху пример мужчина 38 лет я на нем похудел уже на 12 килограмм за полтора месяца начался ста семи полет нормальный обратил внимание что он позволяет бороться с вредными привычками с ним легче отказаться от алкоголя также перестал тратить время в компьютерных играх все это резко все это просто резко стало неинтересным это лекарство наступившего будущего ну с алкоголем и компьютерными играми я не уверен что всем оглутит в этом помогает по крайней мере таких данных я не видел я предположу что скорее всего это а от возросшей уверенности в себе то есть кто смотрел гарри поттер и когда гарри доброму феликс филицис и вот на самом деле он дал ему пустышку ну типа плацебо но вот рон был настолько уверен что он им именно это выпил и что сейчас его ждет удача что он настолько в это поверил что удача действительно его постигну догнала когда симоглутит действительно работает он он работает на многих людях и но не на всех кого-то он не работает и видимо у вас он начал работать в отношении диеты и у вас появилась вот это опьяняющее чувство контроля и уверенность в завтрашнем не уверенность что вы и завтра справитесь со всеми поставленными диетическими своими целями потому что у вас есть такая поддержка потому что она работает вы это чувствуете из снижение веса нам вот снижение веса почему еще сложно дается да когда когда мы не принимаем азамбик мы не уверены в том что завтра нам хватит силы воли на то чтобы выдержать дефицит вот мы живем с этой постоянной мыслью что а вдруг я завтра вот я сейчас стараюсь стараюсь вот это вот все держу этот дефицит а завтра объемся а потом вообще заброшу на это все и сдамся и верну вес и мы вот эти инвестиции свои ежедневные усилия времени начинаем в них сомневаться его и постоянно живем с этой мыслью постоянно с этой борьбой а семаглутит это такая подпорка психологическая которая вот это вот неуверенность убирает и вы знаете что пока я вот делаю все что сейчас делаю она и завтра будет и послезавтра и после послезавтра и так вообще пока не дойду до конкретной цели но этой подпоркой психологической может выступать не только азамбик или вегове или там еще куча копии наделали уже но этой подпоркой может быть и просто вера в себя просто знание как работает организм знание как работает диета дефицит калорий и все так далее убежденность в том что при соблюдении дефицита вы будете худеть несмотря на то что весы вам на данный момент показывают может быть что вес даже выше чем был до того как вы начали худеть как вера и знание и вера в это знание вам помогает продолжать соблюдать дефицит даже если вы видите что вес растет или стоит на месте потому что вы знаете что если вы в дефиците калорий вы не можете не худеть так работает организм вот это может служить психологической подпоркой просто нерушимая иногда какая-то без беспричинная вера в себя первые результаты могут служить хорошей подпоркой стабильные результаты которые возможны в том числе благодаря тому что вы хорошо понимаете как работает ваш организм как он реагирует на дефицит как он ну как как работает дефицит калорий все это может хорошо работать точно также создавать такую уверенность завтрашнем дне и помогать бороться вот с этой с этим конфликтом постоянной борьбой а вдруг я завтра сдамся и не обязательно пить для этого аземпик этот симоглутит и все препараты которые его содержат о том как я к нему отношусь я еще очень скептично к этому отношусь очень не уверен что скажем так есть крайне небольшое количество ситуации в которых это оправдано но большая часть применения аземпика на мой взгляд не имеет никакого смысла по многим причинам во первых пока что нет данных о долгосрочном применении вот этих веществ пока что все что известно это то что он не вредит в данный момент времени вот вы укололи у вас там нет аллергической реакции вас там нет никакого там несварения органы не отказывают и так далее а что будет если там 10 лет его принимать а если 20 лет его принимать а вы спросите а зачем его принимать 10-20 лет если вот уколол похудел до си до какого-то момента до которого надо и вот в этом весе остался нифига исследования показывают и уже уже показывают есть данные на этот счет что отмена зампика приводит к возврату веса то есть люди худели-худели-худели потому что они не хотели есть но как только они отменяют препарат и их аппетит возвращается пищевые привычки не изменились но они начинают есть как раньше и едят так ведут такой образ жизни который привел к лишнему весу то есть все возвращается вы скажете хорошо а если а если вот принимать азенпик и попутно менять пищевые привычки там устраивать активность и дела ну как бы да но давайте будем честны что люди ну люди не будут этим заниматься ну зачем если и так все работает зачем если я могу просто уколоть и похудеть я пока не слышал что типа человек начал принимать азенпика и попутно все равно начал тренироваться ввел такую привычку силовые тренировки там ля 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 правильное питание как правило все сводится к тому что люди просто перестают есть и это приводит к еще одной проблеме и опять данные насчет этого есть слишком большая потеря сухой массы тела до 40 процентов от потерянного веса может составлять от сухой массы тела эта масса внутренних органов и наших мышц это огромное значение это очень много это это уже не здоровая тема вообще ни в каком смысле потому что отчасти проблема лишнего веса заключается не в самом лишнем весе а в дисбалансе между количеством жира и мышц и например есть такое понятие как метаболическое ожирение когда люди в целом не имеют лишнего жира нормальный процент подкожного жира но мышц настолько мало что все равно бал ну соотношение между мышцами и жиром отвратительные и они сталкиваются со всеми теми же проблемами с которыми сталкиваются люди с лишним весом хотя у них нормальный вес тела это называется метаболическое ожирение то есть у них там плохие показатели крови там холестерин там триглицериды крови плохая чувствительность к инсулину у кого-то диабет второго типа и так далее так далее так далее когда люди используют краж диеты ну вот просто какие-то безмозглые диеты там с несоблюдением количества белка очень низкий дефицит калорий очень высокая активность нет никаких силовых тренировок то как правило потеря сухой массы тела достигает 20 процентов от общей потери веса а когда на люди на аземпике они до 40 терять ну это очень много то есть даже безмозглые диеты работают лучше чем аземпик вот это основные причины по которым я еще очень с осторожностью отношусь к этим препаратам и и мне не нравится вот это отношение к нему что пошел купил магазин в аптеку и начал принимать самостоятельно без какого-то либо контроля без какого-либо понимания осознания того как это работает к чему это может привести какие последствия у этого могут быть не проконсультировавшись с врачом не вот вообще ничего пошел как витаминки купил начал ставить но это препарат напомню помогает диабетикам ну это конечно очень неправильное сравнение сейчас будет очень утрированная но представьте что вы пойдете в аптеку купите инсулин и начнете ставить себе инсулин так некоторые делают там спортсмены да это глупость потому что если вы не понимаете как это работает если вы не знаете к это контролировать у вас какой-то момент откажет поджелудочная вы не сможете вырабатывать свой инсулин и вам да на инсулине придется сидеть до конца жизни сравнение ну такое не прямой но но азамбик это это же все разрабатывалось как лекарство для людей с диабетом и когда у людей есть возможность вот так вот пойти его купить но для меня это выглядит дико поэтому вы сейчас похудели и вот вы пишете 12 килограмм за полтора месяца это 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 много это много это получается это больше чем один процент от веса тела в неделю ну люди на простом дефиците калорий так быстро не худеют и а кстати еще одна причина ну вот почему и есть же даже такое понятие слишком быстрое похудение азамбик фейс у людей просто бледнеет и осунувшиеся лицо появляется потому что ну они слишком быстро худеют это ну это не имеет никакого смысла ну то есть что вам нужно поскорее избавиться от жира ну в общем это применение этих препаратов имеет смысл в том случае когда потенциальная польза превышает потенциальный ущерб и вот я вижу очень мало ситуаций в которых это может происходить ну то есть люди с огромным ожирением когда у них показатели по здоровью уже просто зашкаливают там вот все говорит о том что завтра у человека будет сердечный приступ и нужно срочно снижать вес тогда может быть это имеет смысл во всех остальных случаях когда мы говорим про контроль веса как в первую очередь базовую привычку здорового образа жизни для я я не вижу в этом здоровье короче так владимир спрашивает илья здравствуйте сейчас на этапе выбора курсов глядя на современные тенденции делаю вывод что везде будет похожий материал и отношения цель стать персональным тренером для себя и близких с перспективой трудоустройства интересно послушать о вашем продвижении в тренерской деятельности формате как бы я действовал сейчас или какие ошибки можно было не совершать моя мое становление немного отличается потому что нужно учитывать то что у меня очень хорошая база была очень хорошая база потому что во первых я профессиональный спортсмен бывший и занимаюсь спортом и в том числе силовым спортом с 13 лет более того большую часть своей карьеры почти что всю я провел под руководством прекрасного специалиста одного из лучших в мире и у меня была хорошая база хорошее понимание того как это все работает и более того у меня был не только личный опыт я тренировался в сборной россии видел огромное количество примеров то есть у меня была хорошая насмотренность еще до того как я начал что-то изучать поэтому старт у меня был ну как бы выше плюс ко всему у меня была уже хорошая модель поведения от того же моего тренера тренер у меня был олимпийский чемпион олимпийский рекордсмен его рекорд поныне не побит стоит уже 30 лет нетронутый и его модель тренерство мне максимально близко потому что я на ней воспитался и модель тренер стая ну у него я сейчас за собой наблюдаю просто и вижу как как ну как насколько много вещей я от него перенял и в этом плане у меня тоже был такой хорошая база и хороший старт поэтому скорее изучать информацию я начал в первую очередь для себя когда начал свое изучение там более глубокое там физиологии тренерских и тренировочных методик я это начал изучать в первую очередь для себя чтобы лучше понимать и применять для себя но по ходу изучения ну начинаешь видеть многие недостатки и упущения в первую очередь своей программе потом начинаешь наблюдать это все за другими и собственно несколько жизненных таких поворотов меня привели к там к тренерской деятельности и к тренерской деятельности я уже подошел таким почти готовым специалистом поэтому чтобы я как бы действовал сейчас или какие ошибки можно было не совершать ну старт у меня точно был хороший и это бы я точно не изменил что потом я бы учил английский язык сразу вот вы сейчас не искал информацию на русском сразу начинаете читать на английском сначала переводите как не знаю как хотите сейчас переводчики очень хорошо переводят а потом изучайте параллельно английский и становитесь в этом лучше и лучше для того чтобы понимать его на слух не обязательно говорить но понимать на слух и понимать прочтение понимать суть это какой-то базовый навык хорошего фитнес-тренера на русском есть информация доходит она потихоньку доходит переводят что-то делают но не настолько популярен фитнес в россии чтобы это все происходило быстро даже даже какие-то трендовые вещи востребованные там среди большого количества людей ну приходит запозданием год-два-три то есть если вы не говорите по-английски но не понимаете английский вы не в тренде два-три года минимум о многих вещах более вот поэтому вот это второй момент сразу вы начал учить вот я сейчас мне нет мне нужен резко другой уровень английского и то что я не уделял ему так много времени там последние годы но вот я считаю это ошибкой что касается тренерских курсов то я не могу ничего посоветовать и из российского ну вообще снгсшного русскоговорящего поля потому что я их не проходил я не знаю не знаю я я вот только он как бы англоговорящий курс а вот там уже есть еще выбрать там огромное количество в штатах кучу всяких программ сертификаций материалов и просто и лекций и книг и все самые лучшие топовые исследователи они ну они все как правило из штатов либо британия либо австралия в какой-то степени еще и они все говорят на английском поэтому вот это наверное самая лучшая инвестиция которую вы можете сделать для себя так сент алекс спрашивает добрый день услышал у одного врача что важнейшим витамином для набора мышечной массы кроме всего прочего профицит тренировки в около отказ норма белка и тогда далее является витамин c ваше мнение на этот счет та информация которую я обладаю не не позволит мне так сказать с этим согласиться или в какой-то степени опровергнуть потому что витамин c важный вариант я не знаю в каком контексте это все говорилось и как это все обосновывалось ну опять таки я не люблю такие заявления вот так вот и все потому что я так сказал как с этим спорить если вспомнить чайник рассела который говорит что утверждение и бремя доказательств лежит за тем кто что-то утверждает поэтому когда вот так вот человек горит он должен доказать на как минимум объяснить на основе чего он принимает такое решение почему он делает такое утверждение вот и что за этим утверждением скрывалась ну если вот так вот потому что я так сказал потому что это я специалист врач ну это не достойно врача звание врача а если он так как-то объяснил то было бы интересно знать почему он объяснил есть много витаминов которые способствуют мышечному росту и это витамин c в них входит витамин c витамин к витамин d витамин а е все они участвуют по разным путям в росте и становлении и в том числе мышц поэтому сказать чтобы он в общем не могу так сказать и л спрашивает физические нагрузки для женщин 50 плюс в прошлом регулярное посещение тренажерного зала я думаю что вообще никаких ограничений не будет то есть если у вас нет никаких ограничений по здоровью которые дополнительно стоит учитывать которые там какие-то заболевания по ходу жизни появились с которыми вы подошли к 50 годам вот если ничего этого нет то сама цифра 50 лет ни о чем не говорит она ничего не дает ничего не меняет единственное что вы должны относиться к себе как начинающему тренирующему тренирующемуся то есть не давать большие нагрузки адекватно оценивать свои способности возможности давать хорошее восстановление все остальное ну классика база силовых тренировок тренироваться близко к отказу там уже женщины все-таки чаще переносят чуть лучше большее количество повторений плохо переносит силовой тренинг но такие моменты ну в остальном все то же самое достаточное количество белка достаточное количество жиров достаточное количество энергии для хорошего восстановления если вы находитесь здесь эти энергии то дополнительно это учитывать в тренировочном плане и в количестве создаваемые нагрузки вот все то же самое нет ничего возрастные ограничения начинаются 60 лет ну вот так вот если в среднем брать конечно из разные проявления есть организм который действительно реально чуть быстрее стареет у меня мне например несмотря на то что еще далеко до 60 мои хрящи в коленных суставах оказались чуть не чуть а сильнее старше меня их прочность ну вот бывает такое это все стоит отдельно учитывать если мы берем вот в общем просто возраст просто возраста до 60 лет нет никаких возрастных ограничений то есть когда изменения в тренировочной программе питания производятся исключительно с учетом только возраста то есть мы можем как я уже сказал учитывать только отдельные какие-то особенности условия которые касаются каждого человека индивидуально независимости от возраста то есть травму можно получить и в 20 лет и серьезную травму которую впоследствии нужно будет учитывать при составлении тренировочной программы хотя человеку 20 лет ну вот понимаете на чем не так даже возрастные ограничения после 60 как правило составляют 10 процентов от возрастных изменений то есть изменения которые объясняются возрастом как таковым не превышают 10 процентов поэтому все то же самое просто относитесь к себе как к начинающему тренирующемуся который вот только начинает но регулярное посещение трениражерного зала в прошлом конечно дает вам огромный бонус в том что вы сейчас начнете мышечная память все это быстро вспомните нервная память тоже быстро скажется вы будете быстрее вспоминать быстрее обучаться быстрее будут расти мышцы техника станет лучше быстрее быстрее адаптируйтесь к нагрузкам все быстрее будет наталья спрашивает илья вопрос назрел будет ли организм доставать из загашников жир чтобы восполнить гликоген если после тренировки не потреблять углеводы будет и если если даже не употреблять углеводы то в течение суток после тренировки гликоген полностью восстанавливается за счет жирового депо то есть организм умеет делать углеводы и жиров но способствует ли этому возможно вы спрашиваете будет ли это способствовать более быстрому похудению потому что типа мы стягиваем ресурсы жира нет не будет потому что все упирается в энергетический баланс нет возможностей нет нет ничего такого что может нарушить энергетический баланс организма стягивается стягивается жир в гликоген но гликоген это тоже энергия и допустим когда вы начнете сядете в дефицит энергии сначала упадет гликоген и какая разница вы напрямую жира это взяли или из гликогена которая поступила с жиром энергетический баланс не рушим это закон и и и и н а п г спрашивает занимаюсь тренером третий месяц как понять что можно заниматься самостоятельно отсутствие нареканий со стороны тренера по технике вопрос чисто экономически вот если чисто экономически то чисто экономически его нужно оценивать потому что тренер тем более вот тренер зале скажем так большая часть людей занимается без тренера и ни разу в жизни многие люди его не нанимали в зале они занимаются дистанционно поэтому это возможно им многие именно так и поступают то есть тренер он ускоряет процесс он ускоряет психологическую адаптацию то если вы только-только начинаете тренироваться он дает быстрое понимание то есть сразу ставится на места дает дает план которому вы следуете и этот план составлен грамотно несмотря на то что вы ничего не понимаете в том как тренироваться и правильно питаться вы просто повторяюте потому что у тренера есть знание и опыт и можно так тренироваться постоянно всю жизнь а можно дойти до кого-то определенного момента и дальше двигаться дальше ну и если вопрос чисто экономически то он должен оцениваться чисто экономически если вы не можете позволить себе дальше заниматься тренером то не занимайтесь и предпринимайте действия для того, чтобы заниматься самостоятельно, то есть глубже погружайтесь в вопрос правильного восстановления, питания, тренировок, лучше разбирайтесь в том, как работает ваш организм. В этом нет ничего сложного, просто нужно поделять этому время. И в конечном итоге это очень интересное занятие, потому что знакомство со своим организмом – это всегда плюс. Не вижу здесь минусов. LMNT спрашивает, для чего существует практика самостоятельной работы с диафрагмой? Кому она показана, эффективно ли? Тренер складывает кисти лодочками и как будто заправляет диафрагму внутрь, скручиваясь в прессе при этом. Крутится такой ролик на экранах в зале среди демонстрационно-мотивационных роликов. Мой интерес вызван выпирающей диафрагмой, покрывающейся капиллярной сеткой во время упражнений. Для чего тренер это делает на демонстрационном ролике, я не знаю. Если ролик демонстрационно-мотивационный, то чаще туда ставят не что-то объективное, а что-то показательное. Вот умеет наш тренер так? Давайте это покажем. А какой смысл за этим скрывается? Ну, привлечь внимание, конечно. Сколько в этом пользы, на что направлено это упражнение? Уже не так важно, если это выглядит эффектно. А что касается выпирающей диафрагмы, то вам нужно обратиться к специалисту, который этим занимается, и я не буду просто это комментировать в комментариях, в ответах на комментарии. Еще были вопросы, еще сейчас, еще много вопросов. Олег Черкашин спрашивает. Добавляю беговые тренировки в рацион. 4-5 забегов в неделю по 6-9 километров на пульсе 120-145, сгорает в среднем 400-700 калорий. Падает до нуля рост мышечной массы. Первое – убрать бег или снизить нагрузку. Второе – увеличить калораж. Силовые тренировки 3 раза в неделю в фуллбоди по 2 упражнения на каждую мышечную группу около отказа, 50% база и свободная веса. 44 года, 175 рост, 77 килограмм. Интересно, как вы узнали, падает до нуля мышечный рост, возможно, делали биоимпеданс. На 100% этой информации доверять не нужно. Ну, допустим, упали, то я бы разнес беговые и силовые. Беговые мешают силовым, это конкурирующий тренинг, появляется конфликт, при котором оба направления развиваются хуже, но намного больше страдают силовые. Поэтому при таком большом количестве аэробной нагрузки, как минимум, нужно распределить так, чтобы между тренировками были сутки, то есть силовые, через сутки только аэробные. Оптимизировать питание, потому что потребности в белке увеличиваются, потребности в углеводах увеличиваются. И если это всё не помогает, то снижать количество аэробной нагрузки в случае, если силовые для вас являются приоритетом. Это раз. А во-вторых, два упражнения на каждую мышечную группу три раза в неделю – это шесть подходов на мышечную группу. Возможно, вы уже переросли этот объём, и он вам уже недостаточен. Ваши мышцы слишком сильные к этому объёму. Видите, много причин. Совет худеющим набирающим. Помимо подсчёта калорий рекомендую купить четырёхэлектродные весы с функцией биоимпеданса. Это всё очень ненадёжные инструменты. Они даже четырёхэлектродные, ну, когда типа электрод, по два электрода на правую левую ногу и по одному в руку, весы домашние, они показывают изменения только в долгосрочной перспективе. Вот прохудеете шесть месяцев, потеряете 10 кг. Вот это они покажут изменения. И то они не покажут точный процент подкожного жира. Они покажут, что он снизился. А нужна ли вам эта информация? Ну, я когда работаю, я это не анализирую. Я не учитываю показания того, что там весы эти. Показывают они не информативно, ни о чём не говорят. Татьяна спрашивает. Добрый день, подскажите, если съела белок выше нормы, допустимо ли съесть на следующий день чуть меньше? Или здесь правило как с углеводами не работает? Если мы рассматриваем белок как источник аминокислот, как вещество, из которого строится наш организм, то нет. Если вы на день переели белка, то это не значит, что в следующий день можно съесть меньше, потому что у нас потребности в белке суточные. У нас в организме не заложено механизма хранения белков. Жир можно хранить, углеводы можно хранить. Ну, то есть жировое депо и гликогеновое депо. Белок организм хранить не умеет. Поэтому, если вы съели сегодня избыток, то организм возьмёт от этого то, что нужно для органов, то, что нужно нейротрансмиттеры, гормоны, что-то останется мышцам. Избыток он использует как энергию. И всё. То есть, какую-то часть от этого белка мы просто воспринимаем как калории и не более того, потому что организм их будет использовать для получения энергии. А если мы рассматриваем белки как источник калорий, и, допустим, вы за счёт белков сегодня переели избыток калорий, то калории на следующий день можно не доесть. И таким образом за два дня выйти в равно, в равность сегодняшнего дня и вчерашнего и достигнуть баланса. Вот. В таком случае мы, если рассматриваем белки как источник калорий, то да. Но лучше в следующий день не доедать не за счёт урезания белков, потому что белки нам необходимы, а за счёт жиров либо углеводов. Стритабилити спрашивает, как можно с тобой связаться и обсудить условия персональных тренировок недистанционных? В Москве имеется небольшой зал. Я не провожу персональных тренировок и уже очень давно этим не занимаюсь, потому что я свою пользу вижу как тренер, который наставляет, помогает выработать свою долгосрочную систему, а не как тренер, который вот стоит рядом и создает вот такую поддержку присутствием. И я это уже очень давно для себя понял и принял, что я более полезен как человек, который помогает составить долгосрочную стратегию, помогает ей придерживаться и за счёт этого достигать результата. А то, что делает тренер, находясь офлайн, когда он занимается персонально, то у этого возможности очень ограничены. Я работал фитнес-тренером в клубе и я понял, насколько ограничены у этого возможности тренерства. Потому что в какой-то момент, ну, если человек увлечён силовыми тренировками, он хорошо понимает уже сколько ему надо, чего ему надо, как технику правильно выполнять. И дальше рост заключается именно за счёт, ну, такого уже долгосрочного развития, в котором постоянное присутствие, в нём нет необходимости. И так что, ну, в общем, я более полезен в том, чтобы делать это дистанционно и хорошо это делаем. БПЛАВКВСЯ. Вот такой вот никнейм у человека. Стоит ли делать перерывы в приёме креатина? Не имеет никакого смысла, потому что креатин — безопасная добавка, хорошо, избыток хорошо выводится из организма, если вы вдруг приняли его с избытком, он не блокирует выработку собственного креатина, и нет синдрома отмены, нет никаких побочных эффектов. Плюс ко всему регулярное потребление креатина поддерживает мышцы, а помимо всего прочего замечены ещё какие-то позитивные эффекты для работы сердца, для улучшения памяти, особенно у пожилых. Поэтому если есть возможность регулярно его принимать, принимайте регулярно. Если подходить с экономической точки зрения, то вам неудобно его регулярно пить, принимать, то можно делать какие-то перерывы на месяц-два, потом снова возобновлять. Так, Алла спрашивает, мне тоже интересно беговые тренировки при наличии силовых три раза в неделю, бегаю по пять километров, где-то не мешает ли это росту мышечной массы? Белки где-то 1,6-1,8 грамм, заметила улучшение со стороны сердечно-судистой системы, есть уменьшение жирового слоя. И всё-таки бегать между тренировками или можно в день силовой? И где эта грань, когда кардио польза, а когда уже и не надо? Да, уже был похожий вопрос, давайте повторю. Всё зависит от приоритета. Что у вас приоритет? Для чего вы бегаете, для чего вы занимаетесь силовыми тренировками? Если приоритет заключается в том, чтобы наращивать мышечную массу наиболее эффективным образом, то в таком случае беговые тренировки будут этому мешать. Даже если вы будете правильно их сочетать с силовыми тренировками. Ну так как это конкурирующий тренинг, то базовая рекомендация заключается в том, чтобы между двумя типами тренировок выдерживался отдых как минимум в 24 часа. То есть если вы сегодня в 12 часов дня потренировались, то следующая аэробная нагрузка должна происходить в 12 часов следующего дня. Таким образом вы дадите себе возможность восстановиться после силовой тренировки и когда начнете делать аэробную нагрузку, восстановление после аэробной нагрузки не будет вступать в конфликт с восстановлением после аэробной нагрузки. Если это не мешает вам прогрессировать в весах, увеличивать объем создаваемой нагрузки, хорошо восстанавливаться, то можете сочетать таким образом. Заранее предсказать, как скажется это сочетание именно на вас и будут ли мышцы расти меньше не получится, но вероятно, что все-таки может и будут. Потому что все-таки тренировки эти будут конкурировать. Так, бегать между... В день силовой да, лучше не бегать, потому что тогда точно пройдет конфликт и ресурсов не будет хватать. И на качественное восстановление после той и после той тренировки. Потому что пути восстановления разные. А ресурсы на восстановление одни и те же. И когда происходит конфликт, оба направления страдают. То есть вы и не так хорошо прогрессируете в своих аэробных тренировках. Там бег, плавание, велотренажер, велоэргометр, велосипед и так далее. И не так хорошо прогрессируете в силовых, как могли бы. То есть мышцы не так хорошо растут, адаптация с нарушениями происходит. Но больше страдают силовые. То есть силовые будут больше подвержены этому конфликту. Да, также потребности в белке увеличиваются при совмещении. Потребности в углеводах становятся более значимыми. Если занимаясь только силовыми тренировками, мы можем и на кето-диете наращивать такое же количество мышц. Потому что углеводы никак нам не нужны при силовых в соло. А при комбинации и большом объеме аэробных нагрузок силовые углеводы уже имеют большее значение для восстановления. Они должны присутствовать в рационе. У меня есть подробный путеводитель по кардио. Как совмещать кардио с силовыми тренировками. Если вам интересно, он стоит 3000 рублей. Там подробно все описано. Можете мне написать. Я вам отправлю всю информацию, что дальше нужно сделать, как оплатить. Следующий вопрос Ива спрашивает. Галина спрашивает. Растяжка для мышц. Ее предлагают в основном делать после силовых. 20 минут с роллом или без. Другой тренер посоветовал еще 20 минут кардио сразу после силовой тренировки. Что лучше шло с жиросжиганием? У меня есть время и силы только для одного из двух. Что полезнее в долгосрочной перспективе. Для жиросжигания ничего. Не важно, когда вы сделаете кардио после тренировки, до тренировки, во время тренировки, в перерыве между подходами. Не важно. Жиросжигание... С этим жиросжиганием... Давайте... Я уже много раз об этом писал, но давайте еще раз уточню. В общем, мы занимаемся жиросжиганием всегда. Вот вы сейчас сидите или лежите, меня слушайте. И большая часть энергии на то, чтобы сердце билось, мозг... Ну, нет, не мозг. Мозг там ульгозы. Сердце билось, ваши органы работали. Может быть, вы что-то параллельно делаете, встали куда-то, сходили, жуете что-то. Все это происходит за счет жиросжигания. Жир – это основной источник энергии. Всегда. Даже если вы легонечко бежите, там, темп невысокий, невысокий пульс, достаточное потребление кислорода, не накапливается долг кислородный. Вы все это делаете за счет жиросжигания. Жиросжигание снижается только, когда вы делаете интенсивную нагрузку. И то оно не снижается, а в количестве энергии, которым вы потратили, процентное соотношение углеводов увеличивается. Но количество потраченного жира может не снижаться, потому что количество энергии затраченной увеличивается. Но, грубо говоря, к жировому компоненту добавляется еще углеводный. Общее количество потраченного жира может не снижаться, если вы делаете интенсивную нагрузку. Но процентное соотношение только меняется. То есть, мы всегда тратим очень много жира, мы всегда сжигаем жир. В любой момент вашего времени вы сжигаете жир. И увеличение жиросжигания не всегда приводит к увеличению жиропотери. Это два разных, скажем так, процесса. Потому что сжигать жир можно в больших количествах. Но будете ли вы этот сожженный жир терять, зависит от того, какой дефицит вы создали. И тут мы возвращаемся к вопросу кардио после тренировки. Если то кардио, которое вы добавляете после тренировки. В конечном итоге увеличит энергорасход, который вы не компенсируете потом повышенным потреблением вследствие увеличенного аппетита после кардио. Если вы сможете сдержаться, увеличите свой расход, сохранив потребление, и вот это 20-минутное кардио после тренировки добавит дополнительные затраченные калории, то это ускорит ваше похудение. Потому что вы создали больше дефицит, вы создали больше условия для того, чтобы организм использовал внутренние ресурсы для восполнения энергии. Если ваше кардио, даже если оно супержиросжигающее в правильном пульсе, не создает дополнительного энергорасхода, каким образом это может происходить? Например, вы дополнительно потренировались кардио, но потом переели на то же количество калорий, а может быть даже и больше. Или вы потренировали свое кардио, но впоследствии ваша активность была снижена в течение нескольких дней за счет просто так получилось, или организм так сработал, что он компенсировал дополнительные энергозатраты. То в таком случае, несмотря на то, что вы дополнительно пожгли жир, вы дополнительного снижения веса не сделали, потому что такое кардио не привело к дополнительному энергорасходу. И никакое жиросжигание не ускорит снижение веса, если та активность, которую вы делаете для жиросжигания, не создает дополнительный дефицит. Это важно понимать. Так что просто делайте то, что вам комфортно в плане активности. То, после чего вы способны восстанавливаться для того, чтобы поддерживать регулярные занятия тренировками в долгосрочной перспективе. И когда вы гонитесь за какими-то инструментами, силовыми, за какими-то тренировками, которые как бы должны помочь ускорить ваше похудение, вы вступаете на скользкую дорожку. Дорожку того, почему она скользкая. Потому что, во-первых, вы выполняете это не потому, что вам нравится, и вы получаете от этого удовольствие, а для достижения какой-то цели. Цели, которая не достигается тем путем, который вы выбрали. И вы просто много тренируетесь. Для чего? Для того, чтобы потом чувствовать себя более уставшими, в какой-то момент начать пропускать тренировки, либо компенсировать всю эту дополнительную активность большей пассивностью в течение оставшегося дня, либо последующих дней. Либо это все приводит к тому, что ваш аппетит увеличивается, и вы начинаете подъедать. И что в конечном итоге? Вы больше тренируетесь, больше едите. И где здесь дополнительный дефицит? Его нет. Вы просто больше устаете. Вам кажется, что вы больше делаете для своего похудения, но дополнительного результата от этого вы не получаете. Поэтому в первую очередь вам нужно ориентироваться на то количество нагрузки, когда вы снижаете вес, особенно, и когда набираете мышечную массу, и когда снижаете вес, особенно нужно концентрироваться на то, после какой нагрузки вы способны комфортно восстанавливаться. Комфортно так, чтобы поддерживать регулярность тренировочную на долгосрочном отрезке времени. И на долгосрочном это не значит несколько месяцев. Это значит постоянно, до конца жизни. Потому что тренировки очень полезны. И желательно ими заниматься постоянно. Когда вы нагромождаете себя огромным количеством активности, чтобы быстрее похудеть, вы просто используете свой ресурс восстановления. Нагрузка, которую вы создаете, превосходит ваши восстановительные способности. И вы приходите к той точке, когда соблюдать такую же нагрузку дальше вы не можете. Не понимая того, что, ну, все еще думая о том, что вот именно высокая нагрузка, большое количество активности, типа делать жиросжигание, и тогда вы теряете больше жира. Вот не совсем осознавая этот момент, вы понимаете, что вам нужно снижать нагрузку, потому что вы не вывозите, вы чувствуете это. И вы начинаете думать, ага, а я сейчас снижу, и тогда совсем перестану худеть. Ведь если я и так с таким количеством активности не особо худел или худела, а сейчас я буду меньше двигаться и совсем все похудение. И вот это вот недовольство собой, неправильно потраченным временем, усилием, оно начинает накапливаться и просто рушит всю мотивацию. И к похудению, и к дальнейшим занятиям, потому что тренировки все это время были лишь инструментом по более быстрому похудению. Когда вы подходите к тренировкам как к инструменту, который развивает какие-то качества, например, силовые тренировки развивают силовые качества, аэробные тренировки развивают аэробные качества. То есть если вы бегаете, вы становитесь лучшим бегуном, чем вы были. Если вы ездите на велосипеде, вы становитесь лучшим велосипедистом, чем вы были. И если вы хотите стать лучшим велосипедистом, вам, конечно, нужно ездить на велосипеде, вы не можете бегая стать велосипедистом. Если вы хотите снижать вес, вам нужно контролировать количество калорий, которые вы потребляете. и это количество калорий должно соответствовать тому количеству нагрузки которые вы делаете чтобы слишком большого дефицита не было для того чтобы нормально восстанавливаться какое-то недовосстановление все равно будет но там уже происходит корректировка нагрузки это все взаимосвязано и просто так задрать одно там количество активности чтобы побыстрее похудеть у этого всего очень в таком случае ресурс вашего организма ограничены когда вы правильно рассчитываете количество нагрузки и восстановления вы можете этим заниматься постоянно когда вы неправильно рассчитываете и просто увеличиваете количество нагрузки чтобы там быстрее похудеть то ваши ресурсы ограничены и это все очень быстро закончится тут буквально пару вопросов осталось краэлен спрашивает наверное элена либо хелен вопрос по алкоголю человек на дефиците но вечером приходим муж с пивом или вином и он не может отказаться выпивает бокальчик или бутылку пива есть мнение что пиво например можно занести бы живу и вроде бы по бы живу все норм так ли это да можно алкоголь вносить в общее общее количество калорий и при соблюдении дефицита но без например дефицита вес будет снижаться если будете выходить за счет этого учитывая калорий на уровень поддержки вес расти не будет и р.н. спрашивает или я снова здрасте здрасте опять вопрос по рекомпозиции а какой вообще должен быть дефицит калорий при рекомпозиции чем чем больше мышц тем меньше дефицит калорий все зависит от дополнит это все нужно смотреть на процент подкожного жира чем меньше жира тем меньше дефицит калорий чем больше мышц тем меньше дефицит калорий чем больше вас мышц тем сложнее делать рекомпозицию чем меньше жира тем сложнее делать рекомпозицию чем хуже восстановление тем сложнее делать композицию какой режим образа какой режим питания все это важно учитывать и кому-то достаточно 400 калорий дефицита и мышцы будут расти а кому-то там и 100 калорий дефицита нужно делать на ходьбу или игровые активности это распространяется конкуренция силовыми цель body composition уменьшение жира красивый рельеф игровые активности смотря какие если это теннис или что там типа волейбол футбол конечно да а на ходьбу нет на ходьбу это не аэробная активность так кажется и все друзья спасибо вам за ваши вопросы сегодня прям было мощно как мне кажется очень круто получилось классные вопросы которые позволили получше заглянуть нам в все проблемы соблюдения режима тренировок питания индивидуальные особенности их очень много это стоит учитывать есть базовые моменты которые нужно делать всем есть дополнительные факторы которые всегда стоит рассматривать индивидуально и на основе этого принимать решение есть много мифов до сих пор в отношении фитнеса и питания которые стоит обсуждать и от которых стоит отходить потому что они либо в лучшем случае не дают результата и вы просто тратите свое время и силы в худшем случае они ухудшают результат и от этого всего нужно отходить спасибо вам что были смотрели до встречи на следующих эфирах